Несколько десятков екатеринбуржцев рискуют стать обманутыми дольщиками. На карте города скоро должна появиться многоэтажка, которая вырастет там, где должны были построить коттедж. Как обнаружили будущие жильцы, разрешение выдано на строительство частного дома, а возводить начали высотку. По этому поводу сегодня специально собрали пресс-конференцию, на которой разгорелись нешуточные страсти. За вами по-любому кто-то стоит. Кто за вами стоит? Артём! Говорите, что я как царь, я себя не веду как царь. В роли царя – состройщик борздый. В роли народа – народ. Отношение между ними испортил квартирный вопрос. Точнее, строительство многоэтажек на земле, выделенной под строительство обычного коттеджа. Хозяева соседних со стройкой домов пришли на пресс-конференцию выяснить, кто разрешил такую трансформацию. Людей никто не обманывает. Ни в чём. То есть им показывается и рассказывается, как это будет зарегистрировано. Людям говорят, что долями никто не сможет распоряжаться. Это враньё. В 40-й минуте в диалог включается ещё несколько сидящих за длинным столом людей. Замглавы департамента архитектуры с бумагой в руках показывает, чем грозит смекалка застройщика. Вы не можете прийти в энергоснабжающую организацию и показать разрешение на строительство индивидуального жилого дома и сказать, что я хочу подключить многоквартирный жилой дом. Не можете. Потому что требования разные. Эксперты настаивают. Налицо подлог. А это значит, купившие доступное жильё в таких домах рискуют с ним распрощаться в любой момент. Застройщик Борздый недоволен. И второй вопрос. И второй вопрос. И второй вопрос. Алексей Владимирович, не надо троллить эту ситуацию. На исходе второго часа пришедшим в зал объясняют. Никто так удачно не сможет бороться с сомнительными многоквартирками, как сами горожане. Конечно же, будет легче добиться правосудного решения в том случае, если граждане, чьи права нарушены, будут подавать такие иски и будут восстанавливать свои права. Золотать прорехи в строительном законодательстве должен новый кодекс. Он будет чётко определять, что и где можно строить. Мария Новикова, Расул Исаев. Новости 41-го канала.